Начнем мы с классификации. Должна сразу сказать, что в этом видео мы будем намеренно использовать не только свои фотографии, как обычно, но и активно пользоваться пинтерестом, чтобы иметь возможность показать большое разнообразие видов флэтлеев. Итак, первый параметр это стиль фотографии. Из всего многообразия флэтлеев можно выделить два больших стиля условно. Две группы. Первая это ноллинг и вторая это лайфстайл. Ноллинг это группировка схожих предметов и выкладка их параллельно или под углом в 90 градусов друг к другу. По четкой схеме, по четкой сетке. В результате получается симметричный, строгий, упорядоченный вид. В общем, этот стиль востребован в самых разных областях. Очень его любят использовать для мужских брутальных натюрмортов. Вот как вы здесь видите. Шикарные натюрморты. Для женских образов ноллинги тоже снимаются, но, как правило, в них всегда присутствует некий легкий беспорядок. Возможно, это связано с нашими гендерными различиями, а возможно, дело в более слабой технической подготовке фотографов. Давайте посмотрим, где еще у вас требован ноллинг. Часто можно встретить самые различные композиции на тему растительного мира. Понятно почему. Такого рода композиционный прием раньше очень часто использовался в ботанических атласах и теперь с их страниц перешел в фотографию. Вообще, первая фотография ноллинга была сделана в 1987 году. Это была фотография инструментов для изготовления мебели. С тех пор тема инструментов и разного рода профессиональной деятельности так и осталась одной из самых любимых тем для этого стиля. Посмотрите, какие яркие образы получаются при геометрической раскладке, например, вот этого садового инвентаря. Или строительных инструментов, или наборов для шитья. Ну и, конечно же, фуд-фотография тоже никак не обошлась без ноллинга. Более того, возможно, самая первая фотография флэтлея была именно ноллингом и она была опубликована Икеей. Ну, теперь посмотрим на вторую стилистическую группу. Это лайфстайл. Это организованный хаос. Это стиль, в котором создается впечатление, что все фотографируемые объекты совершенно случайно упали на плоскость и образовали потрясающую, естественную, легкую композицию. В общем-то, собственно, это то, что в русском Инстаграм принято называть раскладкой. Это активно набирало обороты все годы существования Инстаграм и сейчас претерпевает определенные изменения, но мы об этом будем говорить потом. Посмотрим, что объединяет оба стиля. В связи с тем, что мы имеем дело с плоскостью, а флэтлей, еще раз повторим, это плоская фотография, то все детали должны хорошо читаться. Вся фотография должна быть в фокусе, ясной, неразмытой. Когда создаешь флэтлей, надо четко понимать логику создаваемого образа. Ну, пожалуй, вот про стили предметы все, давайте перейдем к композиции, к самой композиции. Давайте начнем с композиции по принципу построения кадра. И здесь выделяем два типа. Завершенную или замкнутую, это полностью построенную в рамках одной плоскости. Смотрите, все предметы, все фотографические объекты находятся в границах кадра. Вторая, это незавершенная или разомкнутая, в которой действие, показанное в кадре, будет находиться в продолжении за пределами картинной плоскости. Первый тип, завершенная или замкнутая композиция, он более строгий. Это тип в себе, это такой своего рода покой и уравновешенность. Психологически мы погружаемся в замкнутое пространство в рамки этого одного конкретного кадра и остаемся с предметами один на один. Это такая, знаете, композиция интроверта, когда все внутри. Второй тип, он скорее романтический, наш глаз видит эту недосказанность, мозг начинает дорисовывать, дофантазировать, хочет представить, что там дальше, за кадром, что там за границей видимого. Очень общительный такой тип, я бы сказала, что это композиция экстраверта. Ну, смотрите, по отношению к стилю, что завершенную, замкнутую, что незавершенную, разомкнутую композицию, можно использовать с любым стилем, как с ноллингом, так и с лайфстайлом. И такие примеры мы будем встречать регулярно. Перейдем ко второму принципу и поговорим о заполнении кадра. И тоже выделим два типа. Плотный кадр, когда очень много предметов заполнено, практически забито все пространство, нет воздуха. Предметы, 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 предметы. Это первое. А второе, это минималистический кадр, когда лаконичная фотография с малым количеством предметов. И в последнее время в мире перенасыщенном информации, конечно, этот тип становится все более и более востребованным. Как говорит одна моя подруга, фотография должна быть такой, чтобы сразу в мозг. Вот этот минимализм, лаконичный кадр, он, конечно же, сразу в мозг. Но с другой стороны, заполненный кадр, он по-своему тоже прекрасен. Его можно долго разглядывать, ну и составлять себе какие-то романтические картинки. И теперь поговорим о композиции по способу построения пространства. И тоже здесь выделяем два типа. Первое, это центральная композиция. Она статичная, уравновешенная, может строиться относительно центральной точки кадра, либо относительно центральной оси кадра. В центре может размещаться объект или объекты, а может наоборот. Центр быть пустым, незаполненным, это называется негативное пространство, а предметы располагаться по периметру кадра. Второй тип, диагональная композиция. Асимметричная, динамичная. Причем диагональ может образовывать и сам фон, и предметы. Она может быть просто диагональная или пересечения диагонали. Вообще диагонали задают движение. И по традиции, доставшейся нам от живописи, считается, что диагонали создают разное движение. Та, которая идет из левого верхнего угла в правый нижний, называется падающей или пассивной. Та, которая направлена из левого нижнего угла в правый верхний, называется восходящей или активной. Но это особенности нашего европейского восприятия, видимо. Это, видимо, связано с тем, что мы привыкли воспринимать все тексты слева направо. Не знаю. Возможно, так оно и есть. Но, скорее всего, это действительно работает. И если вы хотите сделать снимок максимально динамичным, то используйте активную диагональ. Да, еще один момент. Так называемое правило третей. Считается, что наиболее ценные сюжетные элементы, те, на которые надо обращать особое внимание зрителя, они должны располагаться на ключевых точках, так называемых зрительных центрах. И это из урока в урок повторяют вообще все, кому не лень. Это, в принципе, знаете же, очень легко проверить, накладывая простую сетку. Вот, посмотрите. В большинстве флотлейф это правило не работает. Но, наверное, мы бы могли его рассматривать просто как отдельный случай построения сбалансированной композиции. Ну, просто потому, что если у тебя занят нижний, например, правый угол, то надо как-то его уравновесить верхним левым. Следите за тем, чтобы ваши предметы не разваливались. Они должны быть визуально связаны между собой. И тогда, даже если их совсем мало, и тогда это будет хороший флотлейф. Еще раз повторим. Два основных стиля для флотлейф. Это ноллинг и лайфстайл. Композиция по принципу построения кадра. Завершенная, замкнутая. Или незавершенная, разомкнутая. И каждый из этих видов композиции подходит и для ноллинга, и для лайфстайла. Дальше. Принцип заполнения кадра. Это либо минимализм-лаконизм, либо плотный набитый кадр. И тоже, соответственно, минимализм может быть как в ноллинге, так и в лайфстайле. Ну и третья композиция по способу построения пространства. Два типа. Центральная, либо диагональная. В каждом правиле есть исключения. Есть совершенно уникальные фотографы, которые наделены большим внутренним чувством равновесия и вкуса. Вот один из самых ярких таких примеров, моя любимая, Бет Кирби. Она сама, по-моему, из Калифорнии, из Америки. Бет-красотка. Посмотрите на ее работу. Она творит совершеннейшие чудеса и в области цвета, и в области композиции. Она создает абсолютно уникальные фотографии. И набирая самые простые вещи, она умудряет создавать, знаете, такие своего рода фотографические поэмы. Такие жемчужные, сказочные. В общем, Бет-волшебница. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела сделать сегодня. Если вы провели эти несколько минут с пользой и удовольствием, я буду вам благодарна за поддержку и ответную реакцию. А теперь, как обычно, мне остается только пожелать вам жить просто, красиво и счастливо. Увидимся. Пока.